Телеканал КРТ представляет Третьякова социального комитета заявила, что у них очень маленькая зарплата Платят не своевременно и не два раза Это две новости явно связаны Легализация проституции и нехватка денег У нас же новый глава Нацбанка Что мы о нем узнали нового? В Киевском ОСББ Фундуклеевск судится с Кириллом и Юлией Шевченком Полными тезками нового главы Нацбанка За неуплату коммунальных платежей на сумму 1,2 млн грн Тут и 9 млн, и 10 млн, и в евро, и 3 млн долларов Два роки был ремонтником на шахте в м. Кадеев, Тестаханов на Луганщине Тобто рабочая людина Виталий Кличко благословил старшего сына на поход в мэра Киева Два Кличко на одних выборах, это уже тумач Папа мэр, сын мэр, а там внуки подрастут Доброе утро В эту субботу ваша любимая передача «Три кандидата» И сегодня одна из наших любимых ведущих, Ксения Смирнова Спасибо, что посетила нашу передачу Спасибо, что есть Боже, спасибо большое, спасибо, что жива Неделя была насыщенная, есть что обсудить Есть, конечно Всегда Всегда В Фейсбуке новости и сутра, где всегда есть И ты же выпадаешь Тонус И ты всегда Что? Даже боишься закрывать глаза Нас бодрит с утра Эль Кофина, а кого-то новости Да, Эль Кофина всегда нас бодрит Эту неделю мы решили начать с нашумевшей новости О том, что в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с заложниками Так как у нас передача скорее такая больше информационно-развлекательная То мы ее взяли, потому что новость закончилась хорошо Так что все закончилось хорошо, все живы, все здоровы Хорошо Но были некоторые казусы Все будет хорошо Тебе не кажется, что как-то не очень органично выглядело, да? Когда вначале его арестовали уже, а потом только начали проводить спецоперацию Да, да, по голове Яращенко, который заместитель министра внутренних дел сказал, что Нам не было известно, не собрался ли этот человек взорвать гранату Или совершить какие-либо другие действия Под одеждой у него могла быть еще оружие, которое было не видно Поэтому всем диванным экспертам на расстоянии объясняю Что было принято решение психологически подавить волю преступника Через шумовые эффекты и выстрелы То есть они его подавляли, когда он уже был арестован То есть, грубо говоря, вот этот БТР и вот то, что мы слышали Это все психологическое подавление Это все психологическое подавление Нет, на самом деле, если посмотреть на это со стороны драматургии То там на режиссерском курсе, где я училась, говорили, что все моменты в кадре Они должны быть оправданы То есть, если был прописан по сценарию БТР, значит он там должен был быть И если они не успели вовремя, то БТР все равно появится Потому что так видит режиссер Вот у вас остался вопрос, кто режиссер А во-вторых, просто, ну люди сидели 10 часов на этом БТР Представьте себе, уже эти гранаты готовы Ну то есть, и что, им говорят, все? Домой Вы что? Мы сейчас сами вы и наши деньги Боевые эти премии начислили уже Да, тут же надо что-то сделать Ну люди вот 10 часов себя настраивали Я когда-то, ты знаешь, Пронька Прокоповна наказала деньги Уже площадь, надо даже на них отсидеть Понимаешь? Вот, а по поводу БТР Вчера интересно, ну если уже так, чуть-чуть серьезно про эту тему Был в эфире у нас Розвидник Там, человек, который непосредственно военный И он сказал, комментируя видео, которое мы там транслировали Ну все видео, тоже видели, как подъезжает этот БТР, как они выпрыгивают А вы видите, говорит, какого цвета, как покрашен БТР Боже, я никогда не думала, что это тоже надо смотреть А как покрашен? Говорит, а он покрашен и называет год этой покраски Говорит, поэтому БТР такого-то года И с него невозможно производить террористические, антитеррористические версии Потому что с него просто прыгать неудобно Пока они прыгнут Их уже, как ты говоришь, как там, психологически падают Психологически падают, но с другой стороны Ну вот видите, такие тонкости Я разговаривала опять же с этим офицером И спросила вне эфира, это еще было, по поводу Тимошенко Вот что же там делала, ну политика же с информационной деятельностью Ответ на твой вопрос у тебя же в вопросе А он мне говорит, я вам сейчас помогу, чтобы вы поняли, что Вот ты представитель СМИ, я говорю, да Ну вот представьте, что я вот из другой страны какой-нибудь там приезжаю И подхожу к вам, говорит, вы же в СМИ работаете? Да, в СМИ работаю А вы можете меня связать с нужными людьми, чтобы купить партию оружия у вас в Украине? Я такая, ну вот типа так Я говорю, спасибо, объяснил Понятно, что ничего не понятно Нет, к слову, что там делал Кирилл Тимошенко Это антитеррористическая операция То есть его там нахождение Это было сродни тому, что я бы там находилась И меня бы подошли и спросили, можно ли купить у вас оружие Обычно при вот таких вот А Кириллу можно подойти с таким вопросом? Нет, это аллегория, друзья Это аллегория Нет, просто обычно при таких переговорах действительно, как правило, есть четкая координация информационной политики То есть что именно органы государственной власти, скажем так, уполномоченные, в первую очередь дают всю информацию Чтобы не было вот этого всего колоссального разнобоя Разночение, да? То есть у меня тут есть как раз вот продолжение Новость от страны ЮАШ Что перед выходом из заложников Зеленский провел 15-минутный разговор с луцким террористом То есть Кирилл Тимошенко выполнил одну функцию Он телефон держал тогда, да? Что у него же только есть номер Зеленского И он на телефон и давал ходил Ну, в общем-то, да А там же дальше еще было развитие ситуации, что очень много людей собралось И когда все это завершилось, то там звучали аплодисменты и похвала полиции И тут тоже вот с этого всего привода, да, вчера было замечание из серии Ну, тут же офицер говорит правильно А что диаметр разноса вот этих, ну, осколков, не дай бог, да? Он составляет там такую вот оппозицию и так далее И люди, которые там стояли, это уже было грубое нарушение Их там бить не должно просто априори Но кто-то же их там собрал, кто-то же допустил И чему без масок? И чему без масок? Ну, а дали аплодисменты, ну, все по сюжету По правилам драматургии, получается А как вас вот удивила вот эта ситуация, что вот если смотреть на жизнь в Фейсбук, как мы уже сказали, зерцало просто В всей реальности Почему в Фейсбуке так много людей стали писать, что это режиссура? Вот просто стали писать Режиссура, театр, МВД продакшнс, ну и так далее Сериал, да Тебе же сказали, что но это без зеркала По поводу черного зеркала, кстати Вот я постоянно привожу этот пример, что компания, которая рекламная проводилась новому сезону черного зеркала в Испании Они повесили бурды и написали, мы и так живем уже внутри съемок черного зеркала Ну, то есть Испания просто такие бурды повесила, а мы решили, скажем так, и воплотить Одно из объяснений, почему эта постановка была то, что все это произошло в Луцке на театральной площади Вот театры, вот все Это да, тут даже не поспоришь Более того, там на той же площади расположено еще, насколько я знаю, здание МВД, ну то есть отделение Луцкое С другой стороны, вот гостиница, где он тоже останавливался Ну то есть все как бы... Компактно Все компактно на одной площади Ну то есть все продумано Ну по поводу того, почему так люди все начали говорить, что постановка Ну ты в фейсбуке же читаешь, тебе же наверно тоже реклама часто попадает Ты видела, сколько сейчас курсов театральных вообще там Хочешь стать актером, приходи Хочешь стать телеведущим, приходи Хочешь стать радиодиджеем, приходи Да, приходи, бреем овец Приходи Ну у нас очень люди обезнанные в этом Теперь они понимают, где режиссура, а где просто аматорство Так я вот не знаю, это аматорство было или все-таки режиссура А вот как ты своим профессиональным взором, оковым миром Когда это смотрела Боже, я думаю, что Станиславский, конечно, бы не простил Да Потому что есть же, знаешь, старший сыщик с дипломом А есть еще и без диплома Ну мы как бы без диплома, поэтому младшие сыщики А ты у нас уже как опытный боец Что ты еще заметила своим взором? Нестыковочки там какие-то Найдите десять отличий Видела ли ты развивающийся флаг? Знаешь, грубо говоря, я имею в виду известную историю Да, с высадкой на Луне А, ну да, ты понимаешь, просто вот момент, когда в одну сторону под ручку отводят нашего задержанного А в это время люди с сумками выходят кто куда из этого автобуса и трясут до дому поскорше Ну это выглядело как-то как минимум абсурдно, а как максимум очень грустно и немножечко влячно Украинскую, потому что, ну, кто знает, что, в каком состоянии эти люди Кто знает, что в сумках у этих людей Может быть там кто-то из сообщников Было бы там уже говорили, да? Сумка в сообщнике? Нет, кто-то из сообщников, у которого могла бы быть тоже просто в сумке Сумка в сообщнике Сумка в сообщнике Какие же хлыбы самогубства Может быть Может кто-то занес в сумку Ну, вообще, на самом деле, все бы было бы ничего Даже уровень этого всего, как бы, можно было бы, ну, принять Потому что, ну, все-таки, на хорошую постановку А, кстати, я сегодня ночью об этом думала Говорят, что, почему у нас такое, там, ну, некачественное кино Часто бывает, там, особенно телевизионное, да? Потому что, ну, у нас нет столько денег, чтобы сделать качественно А я всегда спорила Может, не в деньгах дело, может, все-таки, как бы, не хватает Замыслов Не, не хватает замыслов, не хватает, там, ну, специалистов Не хватает, ну, желания, видения, там, таланта, чего-нибудь Вот эта ситуация, наверное, показывает, что все-таки, как бы, не в деньгах дело Вот И все бы было ничего, но вот этот финал, конечно, апофеозный с БТРом Покрашенным в каких-то там годах Взрыв И с шумовыми гранатами в пустой автобус А после этого возвращение для фото-селфи Ну, вот, наверное, это исполгание у вас все картина Мне очень понравилось, там, ну, когда вот в Велитерасе Ну, БТР это подъезжает, взрыв, и журналист говорит Почався шторм То есть уже все вышли Но Почався шторм В МВД была своя спецоперация Была своя спецоперация И они, как и каждый отрабатывал на своего зрителя Ну, это все Свой отчет Да-да-да Почався шторм Знаете, это когда Знаете, это когда снимают кино голливудское В котором очень много знаменитых актеров в одном фильме Да Это всегда провал Потому что каждый актер Нет, это тут я просто сейчас не по отношению к вчерашней истории Да, просто заметьте Потому что все уже подумали, что ты тоже адепт того, что это режиссура Нет, заметьте Я адепт, он другого Смотрите, самое главное Вот если вот, например, фильм И там хоть один классный, там, мировая знаменитость Именно там, оскароносец Он вытянет любое, любое, ну, не важно, любое кино А вот если там собираются там от 5 до 10 звезд Ну, однозначно будет провал Какой бы классный режиссер Я не могу сейчас вспомнить ни одного фильма, где бы не было провала Так вот, ты говоришь, что СБУ там очень много было знаменитых Мама Очень много было знаменитых, именитых Лиц Гуру в этой сфере Поэтому, видимо, они все собрались в одном месте И получилась вот такая каша Подожди, но если это заговор Представим себе, что это заговор Но ведь это же стало бы достаточно быстро понятно Заговор Кого с кем? Ну если, представим себе, что это режиссура Ведь нельзя срежиссировать, мне кажется, такое вот действие, когда так много людей в нем задействовано Так в том-то и дело Так, ну, дожди Они могли бы в темную задействованы Ну как в темную? Как ты в темную это задействуешь Шоу Румана Они думают, что Шоу это реальность Ты только что сам ответил на свой вопрос Нельзя срежиссировать действие, где задействовано много Так много людей Ну так и не получилось с этой делом Может надо было как бы, знаешь, есть режиссер, есть ассистент режиссер А если сложное кино, там может быть несколько ассистентов А тут прокололись Если вы так говорите, можно подумать, что там в кустах за елкой Знаешь, этот стул написан на режиссер А шо? Да, там младший помощник Все бегают, снимают Ну это же Сколько стулов? Стульев Знаете, как на это отреагировал Илон Маск? Как? Он в Твиттере написал еще один день 2020 года Вот А написал он это на твит Нью-Йорк Таймс Газета, которая опубликовала ее с текстом Человек с огнестрельным оружием и взрывчаткой взял 13 человек в заложники И потребовал президента Украины посоветовать посмотреть документальный фильм В котором выступает Хаакин Феникс о жестоком обращении с животными Президент выполнил требования, а Илон Маск как-то не сильно это оценил Для него это всего лишь еще один день А почему невестник Луцка? Почему он первоисточником взял совершенно другое издание? Ну почему какие-то Нью-Йорк Таймс? Ну Тарасова правда Или там Ну Есте волыни Ну что это такое? Тем более, что там же уже сказал Фейк ньюс, фейк ньюс, фейк ньюс Там же целый список уже есть Просто еще один день в 2020 году Это название нового фильма Вот посмотрите Обязательно выйдет Еще один день в 2020 году Хорошо Сдаем идею Да? Не, на самом деле Ксения, тебя уже пригласили, я так понимаю Еще нет, но я надеюсь, что все-таки нас смотрят Пожалуйста, крупничком такое возьмите Вот так вот сделаем В роли режиссера Нет, 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 я могу с другой стороны камеру побыть Вот и присутствовать Да, интересно бы такое кино поснимать Ну да, ну да Не, ну можно конечно смеяться над этим Но на самом деле это все достаточно грустно Потому что как ни крути Вот та история про волки-волки Она может дойти до своего действительно апофеоза И когда действительно не дай бог Опять видишь, слава богу, не дай бог Да, что-нибудь может быть действительно такое, что не вызовет у людей вот такого отторжения и иронии А рядом не будет тех, кто сможет это все правильно сделать Кстати, завершите, точнее и тоже эту тему можем У нас есть такая вот еще картинка такая интересная Там где на первом фото задерживали, а вот она Задерживали вот как раз, ну вот три человека подошло А на втором фото пловца с гидропарка, который нарушил карантин Вот его решила так... Ну знаете, найдите, где задерживают террористы То есть кто из них террорист, непонятно Нет, Кирилл, ты просто не понимаешь, смотри Там просто берегли человеческие жизни А тут как бы, ну... Карантин Кто из них социально более опасен? Очень-очень непонятно Ну тут больше похоже на полицию морали Он вдруг в тросах бегает Нет, а у нас может быть полиция как-то морали, но много больше людей Самое массовое селфи с полицией Раньше все пытались сфотографироваться, ловили этих полицейских на улице А теперь, видишь, полицейские сами бегают за киевлянина Ну и как мы знаем эту историю, в итоге пловец из гидропарка Он выиграл суд у полиции Ну то есть его признали, что, в общем-то, тут нету состава Тут переплывать Днепр можно Потому что раньше говорили, редкая птица долетит до середины Днепра Ты можешь сказать, редкий пловец доплывет до середины Днепра Как они экспертизу проводили? Ну как, большую рулетку А большую рулетку Смотрят середину Можно доплывать? Можно Это разрешено Чуть дальше все У нас, да, еще есть масса новостей Поехали Например, Кадыров на этой неделе Опять потребовал, чтобы Зеленский перед ним извинялся Вот Все это было еще по интервью, которое было записано с Зеленским в 2018 году Но тогда он уже извинялся А теперь почему-то надо еще раз извиняться То есть Кадырова два года думал? Достаточно или недостаточно? Обратился с призывом определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения То есть их еще надо подтвердить И с позицией определиться Что делать Владимиру Зеленскому, Ксения? Что им посоветуешь? Не, знаешь, ты как Даша-следопыт У нас будет, да, тоже Ксения, помогите Владимиру определиться Божечки, божечки, это же надо подумать Пока ты будешь думать, в офисе президента уже ответили Что не будут извиняться на заявление Кадырова, потому что оно не носило официальный характер Вот Извинения Кадырова Это серьезное дело Страшное дело Дело далекой давности Это же в каком году он снял этот сюжет? Вообще там в каком-то 14-ом, по-моему, 15-ом Да То есть надо же подумать А он же может в Чечне запретить всю продукцию студии квартала 95 Просмотром А вот это проблематично Что ж, что ж Да есть интернет На кону Ну, ты понимаешь, с Кадыровым, конечно, все сложнее Потому что, я так подозреваю, что Кадыров же не сам обиделся Я думаю, что ему предложили обидеться, и он обиделся Поэтому тут еще не факт, что надо извиняться перед Кадыровым То есть как не надо извиняться, не факт, что просят из себя не извиниться перед Кадыровым Это такое, знаешь, как он Ну, а тем более, опять-таки Зеленский же извинялся Какой месседж послала Ангела Меркель, когда сказала вот это У нас же сейчас так это в тренде говорить Какой месседж послал через Кадырова Зеленскому послал Ладно, пока мы разбираемся с месседжами Кадырова Есть Ксения так очень осторожно, кстати Дипломатично Кадырова Прокомментировал Учитывая, что второй раз Все уже научены Чтобы через четыре года не извинять Не хочется даже первого раз Есть новости, где можно не осторожничать Виталий Кличко благословил старшего сына на поход в мэра Киева Вот И это было в день рождения самого мэра Киева Старший сын Егор Это он процитировал Или точнее это я же процитировал его фейсбук Сделал мне подарок на день рождения Сказал, что идет в мэра Киева Благословил его, конечно Но тут же сразу Постал смайлинг Да, сразу же возникла версия, что это какой-то Кличкизм очередной Какой-то троллинг Что реально Ну Два кличко на одних выборах Это уже ту матч Три Раньше было брат за брата Теперь сын за отца Нет, так а на самом деле А кто запрещает В общем-то Пусть даже брать себе теперь сын Всем пойти на выборы? Мэра Правильно Но посмотрите, вот просто будут списки Кличко один Витальный Да Кличко Владимир Кличко Егор Зачем искать? Дю мать Я с Дюма сын Дюма мать Да? Такой И человек такой получает бюллетень Три прям друг за другом И во второй тур выходит Два Не, ну понимаешь Он же не сказал, что он хочет пойти, например Завтра Не-не-не Не завтра Или просто завтра Ситренкова Ну вот видишь Папа мэр Сын мэр А там внуки подрастут Можно начать с какого-то поменьше городка А там Ну вот я Нет Я тут Ничего зазорного не вижу Вишневого Просто семейный подряд Это помните как в том одесском анекдоте, что Карл Маркс экономист, а старший экономист это тетя Роза СМЕХ 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 Ну вот как бы Да У каждого батьки должен быть свой Коля, да СМЕХ Подрастающий До Коли вы будете президентом До Коли и буду Про Колю у нас там потом еще будет Не, ну вы Смотрите, ну если вот говорить про Егору, да Егора Так То Ну если он хочет повторить путь отца, то наверное сначала ринг Ну, правильно? Ну если так уж повторять Ты сейчас так договоришься, что будет еще Егорный бизнес, понимаешь? СМЕХ Потом Рада Потом какой-то новый удар Ну Новый удар можно назвать А почему ринг? Ну как это? Сначала же был боксерское прошлое Не, ну подожди, не всегда же дети повторяют в талантах своих родителей имеются в виду А в чем талант для всего Егора? Ну, спортивный имеется в виду талант Не, я не знаю ничего про Егора, но просто обычно так два раза не попадает в одну головоронку, ты же знаешь, да? Мне вообще кажется, что 99% людей вообще узнали вот из этой новости, что есть Егор У него и сын Да Хотя, с другой стороны Можно этот день, кстати, отмечать как новый день рождения, мне кажется Кстати Как вариант Хотя, с другой стороны, если он не такой удачливый, то есть если он не спортсмен, я же не знаю Понятное дело, что он не такой удачливый, наверное, как папа, значит у него таланты в другом, может быть, будет более удачный, чем папа на басту мэра Вы не знаете, вдруг Егор снимает папе тикток Вы же не знаете, кто это делает А вдруг вот так вот дети приобщают То есть тоже всесемейный подряд Сейчас мы вам кусочек видео покажем Нардеп Дубинский ради победы на выборах обсуждал с Зеленским использование против Кличко силовиков Нардеп Дубинский договорился В этом случае с сентября прошлого года Когда была первая история с попыткой зайти в морскую компанию и выбить Кличко из этой позиции При том же самом рейтинге в 40% Который был у него тогда Путем просто серьезной информационной кампании Мы снизили его за два месяца до 20% Я этим занимался на 1 плюс 1, мы четко видели Просто не началась кампания Пока вы сейчас видите опросы, где у него 40, а у нас 7 Это просто потому, что мы не начали наступать И как только мы начнем и будем делать данной команды Вы увидите, как он поплывет А если еще и будут подниматься те уголовные дела, о которых мы с Владимиром Александровичем говорили Которые касаются его заместителей Которые показывают его коррупционное окружение Которые показывают его, как человека, который возглавляет эту коррупцию Я думаю, что он даже не дает Живем до выбора, просто спешит Я бы на месте Кличко начинала кампанию «Я поплыл» Выходишь на гидропарк Вместе с пловцом И поплывешь И говоришь «Я поплыл» Я, знаешь, на слове «поплыл» Очень просто актуально У меня другая ассоциация Не совсем приятная Они как у тебя Связаны с виноградарскими проблемами С трубами Вот Там была Так вы тоже звоните Это все туда же Туда же по адресу Так подожди Так в том смысле Сейчас вот видишь, Дубинский говорит, что еще не началась борьба Но у нас же люди в Фейсбуке Они же больше знают У нас есть группа виноградарская Виноградарская группа Привет У нас там коммуникации прорвались И история связана с тем, что очень старые Ну понятно, что то не от Кличка зависело Они же старые давно Вопрос другой За Кличко и до Кличко и при Кличко Начались строиться там новые новострои Через дорогу от старостроев Я говорю «Западный Берлин и Восточный Берлин» Вот как на Абалоне У нас тоже теперь «Западный Берлин» и «Восточный Берлин» И вот этот «Западный Берлин» Он присоединился к этим нашим коммуникациям Тем, что поплыву А они как-то не выдержали Ну короче, оно все рухнуло Там перерыта половина улицы Половина райончика Да, там машины перекрывают Полиция стоит и все И весь виноградарь без воды Без никакой Естественно, без вот того, что поплывет Без коммуникаций Но плюс джекпот У нас есть лес Это нас спасает Да, и когда поднялся вопрос по поводу того, что же делать И вот очень много было комментариев в виноградарской группе Причем людей, которые сами же Ну как бы то ли в лес, то ли по дрова То ли в очередь в бювет за водой Они как раз говорили Вот, началось Дубинского послушали, я точно знаю Да, это атака на Кличка Кто-то подорвал кавиализации По всему Причем рванул посреди Круг у нас такой разворота есть Чтобы прям точно Возле торгового центра новопостроенного Чтобы точно А я думала, что там метро Что заметили А я думала, что там метро роет наконец-то 35 лет обещают На самом деле Это кроты Это кроты бастуют Подрывали под Кличка Да, я сейчас не говорю Это кроты бастуют Сто процентов Кроты тоже против Кличка Но у нас же строится метро на виноградарь Нам же говорят об этом Ну говорят Ты видел эту акцию Кроты против Кличка? Нет Они начинают, наверное, снизу строить Просто сверху пока еще не видно Нет, мне кажется На двое суток Отключить живую воду Летом Это теракт Против мирного населения Нет, ну просто Когда говорили Ну как бы шла Там Дискуссия Аргументированная По поводу того, что Наверное, все-таки Как-то зависит от мэра города По поводу Да, разрешений На строительство Спред Ну там Нужно же Как это называется Получительную документацию Нет, 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 предугадать А нужно же как бы Чтобы посмотрели специалисты Генплан есть В конце концов Да, как нужно Я понимаю, что он все не может отремонтировать Но по крайней мере понять Какие могут быть сложности с этим И предусмотреть слово Да, это Понятное дело Да, но когда идет аргументированная беседа А тебе в лоб А при Порошенко такого не было То ты понимаешь Тут дискуссия мая закинчивает Вот именно Ну вот так и живем Короче, поплыло То есть такое чувство Что вроде бы Порошенко был и мэром Ну Порошенко Хотя мэром был клич Тут тему Киева подняли Букмекерские конторы Начали принимать ставки На результаты выборов мэра Киева Так вот За кличко Самый лучший коэффициент 1,3 На втором месте Верещук 6 к 1 Потом Пальчевский 9 к 1 Потом Притула 110 Ну и в общем Карагодский 150 Опять И Гордон 150 Шо? Опять? Опять их и не верят в них букмекеры В общем мне кажется кто-то с этими букмекерами поработал Может их как-то это Коррупционер Сам на себя поставишь Подняться Ну вот Потому что даже Гройсман есть 75 Хотя он еще не говорил что идет на Киев У нас говорил только Добкин Когда в гостях был Только Добкин говорил что он идет Это звучит как угроза Если Гройсман еще это будет объявлять А если Порошенко пойдет? А Тищенко шо там нету в рейтинге? А Тищенко вот нету Как нету? Так он же выпал Он же в Одессе уйдет был Короче тверк не прошел Тищенко будет Одессу покорять уже сказал А! Но там же дискотечная Я вообще говорю что надо было Просто в премьере сделать танциональный конкурс Как ты считаешь? Вполне Вполне Еще должны быть оценки за артистизм Драматизм Конечно За драматизм За игру 5.5 5.5 Как в фигурном катании Точно За артистизм И за вольную программу Да Судья Вовк Особенно за вольную программу Да Особенно за вольную программу Кстати Вот за вольную программу Тут можно вытянуть все Кстати хорошая новость Судья Вовк Блин я так не умею как Тищенко Мне завидно прямо стало Надо мастер-класс у него взять Иди на танцы со звездами Или как они там называют Танцы с зерками Новый сезон как раз начинается Вот он потанцевал И в политику пошел Президент между предпобедил Президентом стал Надо кстати Это трамплин Кузница кадров Ребята Кстати вот он трамплин А мы все лифт лифт Тут трамплин нужен а не лифт На паркет Выходить Так Да У нас тут новости практически зоопарка Главный судья И опять Да 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 Главный судья Киевского Окружного административного суда Судья Вовк Нанял себе адвоката по фамилии Заяц Это шутка Нет это правда Но Вовк наверное имеет А дело будет называться ну погоди Нет дело там они какую-то якобы узурпировали власть Там их ногу накрыло с пленками с прослушкой Нет то есть это будет Так Будь ласка Питсудный Вовк Дэваш адвокат Заяц Да 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 Теперь в заголовке газет будет звучать так Адвокат Вовка Заяц заявил Я думаю будет звучать по-другому Леопольд выходи подлые трусы А Заяц будет Выходи 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 подлые трусы Прекрасно Что вспомнился да этот мультфильм Это если бы был кот и мышь А тут Вовк и Заяц Нет это нам просто не хватает Нам не хватает политики Вот фамилии смотрите кот Нам просто не хватает Леопольда Кот чтобы был политик собака Собака Как это кинолог есть там один Брага Он по собакам Нет ну чтобы вот прям такая фамилия Вот там Антон собака заявил Ну ты же ответил Грызунов Кабанов Да Кот нам не хватает Да Как минимум Жвания рассказал как передавал 5 миллионов евро взятки евро чиновнику За поддержку Порошенко на выборах 14 года Опа Да А за поддержку кандидатуры Порошенко со стороны Евросоюза Он сам через тогдашнего посла Украины в Германии Павла Климкина между прочим Опа Передал евро чиновнику в 5 миллионов евро Как он их провез мне интересно Климкин Как Климкин Как Климкин Голубиной Что у нас все происходит На себе в ручной кладе 6 лет прошло А Жваня только прозрел Вот начал что-то говорить Нет память вернулась А память Заметь у них у всех начинает как-то постепенно Вот слушай Может и чем-то их все-таки опрыскивали Заметь 6 лет в памяти не было А потом все начали вспомнить все Он выпил правильную таблетку Это люди в черном просто Они заходят в политике И так сразу Выходят из политики Да и ничего не помнят И сразу все помнят А потом так бах Да было же такое А он же там же еще сказал Что он готов сотрудничать со следствием Я так понимаю что он готов даже сесть Лично готов дать показания органам следствия А он наверное рассчитывает Что он как особо ценный свидетель Получит определенные привилегии То есть получит этот Программу защиты свидетелей Да Кстати еще сказал Кроме того по словам Жвани Порошенко сегодня накануне местных выборов Может попробовать баллотироваться в мэры Киева Вот Так как эту должность Он просил еще у Януковича Сколько интересного мы еще узнаем До октября месяца Сколько открытий чудных Сколько открытий чудных А вы говорите сын Егор Тут еще Петр Алексеевич хочет побороться Да При Порошенко такого не было Вот это не надо Вот я и говорю Не но я считаю что все равно Как раз пускай политики соревнуются в танцах А дети их пускай рэп читают Мне кажется что Нормально Нормально будет Весело Задорно А что мы при этом будем делать Наблюдать Наблюдать Записывать А потом в прямом эфире Как вы оцениваете Вот это вот нововведение в политике И ты такой Вы же политолог И думаешь Та-да-да-да-дам И вот Прокоментуйте Будь ласка Да Прокоментуйте Так будет наступ Чи не будет Да Дальше просто вспоминаю Знаешь из своего творческого прошлого Да Когда самое-самое начало Была работа на телевидении И был у меня Один партнер Не буду называть кто это Он Еще только начинал Начинал Учился И у него классическая была фраза Когда он уже терялся Не знал что вообще можно спросить Он всегда говорит Так скажи будь ласка Буде наступ Чи не будет Буде наступ Чи не будет На этот вопрос отвечает Александр Турчинов Я всегда спасаю В шоу-бизнесе Какие ваши творческие планы А тут Буде наступ Чи не будет Ты же нас очень давно знаешь Причем Уже называется Ого-го Давай вспоминаем Смешные какие-то моменты Из общих эфиров Ведь на разных каналах Было всякое Давай Вы помните Какие-то общие Какие-то смешные Или Если не совместные То вообще Какие у нас были Самые Такие вот Конфузные Ведущая Крутила карандаш И запустила его И он так пролетел Ты считал Что это теракт уже При этом Ведущие Делали вид Что все нормально Эфир продолжался Карандаш Потому что не попало Если попало То бинго У нас было Водохрещи Я помню На одном из телеканалов Причем Они сговорились Видели предыдущий эфир Но первый час Мы работали С моим коллегой И два гостя Начали Я помню Это был Сергей Фруса Точно И кто-то из известных экономистов Я забыла ее фамилию Фруса не известный экономист Не-не-не-не-не-не-не Он банкир Финансовый Финансовый Инвестер Инвестер Да И что-то они Супрун фамилия была Да, вот я что-то Я там в Ютубе Можно найти И что-то они там не поделили А мы же так вот через стол сидим И она на него как ливанула водой И все попало Ну как бы Рикошетом на нас Рикошетом на нас Я боялась, что она запустит стаканом Но пронесло все нормально Ровно же проходит 15 минут перерыва Следующий час И новая история Кто-то сидел из одной партии Сидел кто-то из свободы И второй раз Но только уже перехрестно оттуда И все полилось на меня И на планшет Ну конечно в этот момент Я не знаю, как я за малым не удержалась Делать то, что как обычный человек Может сказать Я сказала Ух ты! И сама от неожиданности Понимаешь, что слава тебе Господи Не вылетело что-то другое Смешно Ой, смешных таких конфузов Но это не общий эфир Но на одном из телеканалов В преддверии Нового года Приглашают нас на двух эфир Два часа марафона Чтобы подводить итоги года Ну и у нас четыре гости И все, ничего Мы первый час стоим Обсуждаем А на второй говорит Знаете, у нас тут такая фишечка есть А давайте мы будем То же самое продолжать обсуждение Только вы будете резать оливье Новый год же И вы такие, знаешь, гости Все нас поделили на команды И мы обсуждаем умные темы Правильно, что время с пользой провести Все правильно А потом вместе это поглощали? Нет, у нас был конкурс На самое красивое оформление еще оливье А консистенция была у каждого одинаковая Потому что можно, знаешь, говорить про какую-то Ну, стерилизовать оливье Можно резать оливье Ты понимала, команды были А я помню Тарас Черновол и я Мы делали один салат Вторая команда напротив была как раз Пташник и Шверк Другой салат Вот, да И какую-то там пытаться донести Ну, умную вещь У одних выходит один салат А у других Причем в прямом смысле этого слова Выходит Другой салат Винегрет И оно как-то не состыкуется с желудком тяжело Я уже там не говорю про мозги Но с желудком тяжело Не, в итоге получилось очень Несварение Но мы всегда вспоминаем Как раз из запоминающихся таких моментов Чудачно не предупредили Ни заранее А зачем? Ну, не пришли Конечно У меня самое-самое такое смешное было Это я пришел на 8 утра На, по-моему, 112 канал Да И как раз чуть раньше зашел в студию А передо мной Это было скайп-включение генерала Маломужа И он, получается, сидит И он сидит такой Скайп там где-то за столом дома У меня белая рубашечка, галстучек, пиджачок Что-то там так с серьезным лицом рассказывает, рассказывает Там ему вопрос-ответ, вопрос-ответ Идущий говорит Ну, вопросов больше нет Спасибо за включение там А он как-то так недолго думал А вместо того, чтобы выключить скайп Просто начинает вставать И все видят, что он в семейных труселях Полосатых причем И там вся студия со смеху легла Я стояла в коридоре в этот момент А там же стеклянные перегородки И огромный open space Там человек 30 сидит, не меньше И там же везде мониторы То есть в тот момент, когда он встал Можешь себе представить Эта громкость смеха И меня поразила Покер фейс Тиграна Он сказал Это был Николай Маломуж Мы движемся дальше И я не представляю, как в этот момент Можно было удержаться Потому что хохот стоял просто нереальный Ну а у меня было, если так просто вспомнить Чисто такое по-женски Чисто женские воспоминания Они думают, что все там сидят Смеются и перематывают И смеются, перематывают И смеются Они меня смотрят Я просто не видела, что на самом деле Ну как знаешь, обычно Мы смотрим в монитор Нас не показывают А у нас же планшет Если его выключить То он как зеркало И я смотрю, меня не показывают Мой коллега там ведет эфир И я взяла и так А в этот момент оператор взял меня И все поняли, для чего нам планшеты на суде Конечно Ой, ладно, вернемся к нашим новостям У нас же новый глава Нацбанка Что мы о нем узнали нового? О том, что его семья Сейчас я тоже открою свои архивы Семья Задолжала за коммуналочку 1,2 миллиона гривен Опа В Киевском ОСББ Фундуклеевский Судятся с Кириллом и Юлией Шевченком Полными тезками нового главы Нацбанка За неуплату коммунальных платежей На сумму 1,2 миллиона гривен Так что может ему Хотя бы теперь зарплата в НБУ В полмиллиона гривен поможет Там за 3-4 месяца выплатить Погасить Погасить свои долги Ну да, надо помочь человеку, мне кажется Во-первых, давайте не забывать Что это первый наш глава Национального банка Да, у которого просто аббревиатура имени Подходит Национальному банку Это Кирилл Евгеньевич Шевченко Кэш О Кстати, да Победа, я считаю, что это уже Это уже победа МВЭ потонил Да, глава Национального банка Кэш Правда? А как ты? Ты сам? Или ты Ты сам дошел до этого? До этого Гениального Открытия Это было в пояснительной записке В Верховной Раде Почему надо голосовать? Почему надо голосовать? Голосуем 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 Нацбанк. Не цікавише про нового очильника НБУ Кирила Шевченка. И далее его послужной список. Ну, с того, что начинает, он был с начала, с 87-го года, два года был ремонтником на шахте в м. Кадии, Пестаханов на Луганщине. Ну, тобто, рабочая людина, вона знает, в принципе, на том, как гроши требует заработать. Не, ну, знаешь, человек, который прошел от и до, он это, ну, как, достойно внимания. Вот. Ну, а далее он приезжает до Харькова, закинчивает Харьковский государственный экономический университет и началось. А почалось все повязанно с банками. Тобто, це державна, по своей сути, державных банках, ну, с добейшего. И понятное дело, что зарплату он получал, да, то есть ни одной строчки по поводу его занятий бизнесом нет. Большая статья, еще раз повторяю, радио свободы, пожалуйста, кто чорлив надбанк? И третье, финальное. То есть ты не угомонилась? Не угомонилась. Нет, мне ж скучно было, так я и не угомонилась. Чего за заживала на свободного времени? Я забиваю, да, банкир. Средняя зарплата по Украине. О. И бачу, что средняя зарплата по Украине 10 тысяч гривен. Но на самом деле нет, это не совсем так, потому что есть более достоверная информация. Тут четенько даже по профессиям. Директор направления 4 тысячи долларов, это вот как бы на топ-25 зарплат работников банковской сферы. Начальник отдела 2 тысячи долларов, начальник отделения 2 тысячи долларов. Но далее пошло программисты, консультанты, маркетологи. А почему-то в долларах считается. Ну и самая это специалист информационного отдела, экономист бэк-офиса, 400-500 долларов. Ну в общем, самая большая зарплата 4 тысячи долларов. У меня вопрос. Внимание, вопрос. Да, в студию. Да, вот сколько лет непосильным трудом? Нажито. Ну я просто, ну как бы 2 плюс 2 пытаюсь сложить, у меня не складывается. А у него там какой-то был терробанк. Знаете, простая арифметика. Там уже был какой-то частный терробанк вроде бы. Человек, который на зарплате. Ты живешь в Украине, тут вообще нельзя думать, что ты делаешь вообще. А вообще, в принципе... Ты вообще, это же запрещенка, ты что? Да, я же поэтому корни быстро отрастаю. Я не успеваю ходить к стилисту, да? Блондинка, блондинка, только прихожу и корни подрастаю. Он говорил, что легкая форма дебилизма способствует карьере. Вот, вот, вот. Да, скромность, путь, неизвестность, да. То есть ясно, за какие заслуги товарищ Шевченко выиграл этот конкурс? Да я не про это. Конкурс-то хорошо выиграл. Ну, наверное, что-то... Честно по-женски, как ты говоришь, только умная женщина умеет вовремя включить дуру. Надо пользоваться, уметь. Ладно, я вам тогда скажу так, что после озвученных цифр... Нечего считать чужие деньги, я поняла. ...после декларации Шевченко... Каким образом образовался тогда этот долг за коммуналку? Вот. Вот на фоне всего. Кэша не хватило. Потому что все на банковских счетах. Может, просто ОСББ Фундуклеевский ему завидует? Конечно. А какой название ОСББ Фундуклеевский? Фундуклеевский, да. Ну, ладно. Я так понимаю, что скандальная госпожа Третьякова социального комитета... О, давай. Позавидовала декларации главы Нацбанка, да. А в очередной раз и скандалилась. Она заявила, что у них очень маленькая зарплата. Вот. Третьякова говорит, вы знаете, депутаты насчитывают в среднем 42 тысячи гривен в месяц брутто. Причем брутто это не группа музыкальная. Это не нету. Это не нету, это брутто. А вот брутто, да. А после вычета налогов они получают 32-35 тысяч. Они просто получают грязными. Вот прямо именно... Вот надо было подчеркнуть, что это грязные деньги. Не чисто, а грязными деньгами. Вот. И дальше она начинает в подробности впадать. Говорит, здесь очень какие-то интересные правила начисления. Потому что зарплату мы получаем раз в месяц. У нас нет авансов. Нас все время дергают. Куда их дергать? За что? Это один раз в месяц. Месяц прошел, ты получаешь ее 10-15 числа. Не успеваешь как-то сформировать свои расходы для того, чтобы это делать. Ну и там она долго-долго жалуется и требует, чтобы подняли зарплату. И в конце говорит, давайте еще проституцию. Так, подожди, я не сняла. Она возмущается, что платит... Надо же как-то зарабатывать. Платит не своевременно и не два раза. Словости явно связаны. Легализация проституции и нехватка денег. Это просто мысли. Знаешь, вот перед сном думаешь, где бы денег заработать? Что бы такое придумать? Как выжить вообще? Заработать подработать. Ну, после работы, да. После работы подробно. Ну, кстати, про проституток. Да. Такое ощущение, что ты подглядываешь в мой планшет. Я подчитываю. Я так хорошо не вижу. ГБР задержали сутенера, который работал в СБУ. Так что они уже легализовали проституцию. Хотя бы частично. А что значит сутенер, который работал в СБУ? Сутенер, который работал в СБУ? Может, он проводил операцию? Задержали сотрудника Центрального аппарата Службы безопасности Украины по подозрению в сутенерстве. У-у-у. То есть у него была, это как называется? Сотмещенка. Да-да-да. Удаленка, да. Или как это? В общем... А это просто на период карантина он взял работу на дом. Так что... Идеи Третьякова, они уже реализуются отдельными товарищами. Слушай, ну про идеи Третьякова, это же в разрезе всех тех зашкварьев, которые мы обговорим и постельно. Там, начиная с сосны... Да не, раньше еще начиная, да? Кива... Ну, я не могу. Да. А там... А... Вот это... Да, все-все-все. Меньше смс-ок. Больше смс. А у меня возник... Вот я сейчас у вас спрошу, я вам сейчас этот вопрос задам. Хитро. Я общалась с госпожей Третьяковой очень много раз на одном из телеканалов, она часто приходила к нам. Вот искренне говорю, как было тогда. Умнейшая женщина. Мало того, что касается цифр, социалки, пенсионное забеспечение, зарплаты, раскладочки всегда, как Юлия Владимировна любит, так слайдики. Это все как надо, да? И всегда все было чутенько понятно и так доступно, чтобы любому нашему зрителю с любым уровнем экономических знаний было понятно. И тут вдруг что-то происходит такое. И пани Татьяна начинает мочить. Вот просто мочить. И не только она, но и другие здравомыслящие люди. Как вы думаете, что это? Что за вирус? Что это? Я не думаю, что она подмешивает, конечно, обязательно. Других объяснений нет. А как вообще вам эта идея? Нет, подождите, я просто хочу узнать реально. Вы думаете, что это просто место сидения определяет как-то точку? Ну, во-первых, появляется, я думаю, у кого-то появляется корона. Ага. То есть вирус корона, он разный. Вот. Он разный. Вирус корона. То есть бывает, а у некоторых появляется и короны реальной. Диодема просто. Я просто могу сейчас разрушить вот этот вот миф и наши вот такие конспирологические теории по поводу, что там что-то распыляют. Да. Маленьким инсайдиком. Не могу назвать, кто мне это сказал, но один из ваших коллег. Не знаю, кто и случайно проговорился, кто и просто уже наболил. Да, и не знаю, сколько это правда. Поэтому, как бы, скажу, как есть. За что купила, за то продаю. Что, на самом деле, это все, знаете, как это, падать на дурочку называется. И это падание на дурочку стоит определенных кэш, как ты говорил. Поэтому, чем больше и умелее ты падаешь на дурочку, тем более выгодны ты ситуации. Тем более обеспечена у тебя дальнейшая твоя жизнедеятельность уже, как бы, на пенсии. Мы знаем, что пенсии сейчас, как бы, нам с вами точно не светят. Поэтому надо чаще падать на дурочку. Если мозгами заработать не удается, надо падать на дурочку. Не, мозгами в этот момент работают другие. Пока те, кто нужно, падают на дурочку в информационно-развлекательных шоу. А остальные, те, которые на умнике, они как раз тискнут нужную кнопочку и стараются, чтобы поменьше об этом люди говорили. Да. Вот такая вот есть инсайдерская информация. Насколько это правда, ну, жизнь покажет. Жизнь покажет, у кого какой конверт, да. Да, может, мы через год посмотрим на декорацию. У кого какой кэш. У кого какой кэш, да. Один, кстати... А вот у Юзика кэш небольшой, потому что появилось фото Юзика, это депутат «Слуги народа», который отдыхает в Одесской области, а мог бы быть на Лазурном берегу, а он в плавках с пивом стоит в поселке Грибовка. Открываем у Украину, все нормально. Вот. Ну да. Народный депутат с народом. С народом. Как ты там спросил, как тебе этот мужчина, да? Да. Как вы находите, да? Как это, будущий мальчик Кривого Рога. Возможно. И в чем вопрос? Вопрос в том, что... Почему он в Одессе? Почему он, да, не в Турции. Он поехал проедать Олега Филимонова, который будет выдвигаться. То есть мог бы же на широкую ногу. Нет, просто на самом деле у нас будет парад юмористов. Теперь. Черкасса, Скичко. А, у нас юморинаж обычно, где? В Одессе же проходит, да? Да, весной. А, весной. Ну, коронавирус был, передвинули, наверное, да? И решили сразу и юморину, и выборы. То есть осенью? Объединить. А, что их два раза вставать? Карнавал? Да, тем более, что сейчас надо экономнее, экономнее, а съемки стоят дорого. Да, так что один раз. Так что про Юзика? Зато человек путешествует по Украине. Правильно? Так не только он путешествует. Что он веку снимает? Подождите, может, не в курсе. Не знаю, что он снимает, но Юзик... Как это? Продемонстрировал свой... Поддержал отечественного туристического оператора и решил отдыхать в Украине. Юзик продемонстрировал свой... А потом как-то... Свой... Свой любовь большой к Украине. С урортом, я поняла. А вообще, ну, слушайте, ну, давайте не будем завидовать. Ну, в конце концов, человек на море находится, пивко холодненькое попивает. А мы с вами что? Сидим в студии, пьем кофе и говорим на серьезной теме. Дорогой, уважаемый режиссер, канал, продюсер. Почему мы не на море? Вот что происходит вообще? Ну, неужели это так сложно? Открыть филиал канала на море. Конечно. Знаете, хотя бы бэком звуки моря. Да, хотя бы просто тот шум прибоя какой-нибудь. Поставьте, наконец-то, хоть в одной студии барчик маленький, мини-барчик. Ну, пора делать какой-то, действительно ли, филиал на море летом. И там делать, как бы, ключевые съемки. Привезли экспертов, ведущих, увезли. Так, в основном методом. На неделю. Вот ты сейчас не подсказывай одному известному телепродюсеру, который открывает канал. А он может это сделать? Да, он может все. Он может все сделать. Не подсказывай еще одну идею. Подожди, будут бегать потом спасатели Малибу. Есть шишные... Ты сказала, гетти чисто информационно-развлекательный. А может, мы хотели использовать на море. А вот ты сейчас подсказал, а господин на «С» возьмет и идею воплотит. Идея стартапа. Так. Идея для стартапа. Мужчина. Это было в Одесской области, кстати, тоже возле моря. Привязал нитку к 200-гривневой купюре. И засовывал ее в терминал и пополнял счет. В итоге он пополнил ей счет на общую сумму в 50 тысяч гривен. Но одесская киберполиция нашла этого жителя Беляевского района и обвинила его в мошенничестве. Боже, вот я теперь поняла, где была вся киберполиция. Она дежурит у терминалов, у терминалов приема денег. Как он придумал вот эту нитку? Мне вот даже стало интересно чисто физически вот как. 50 тысяч гривен? Да. Как придумать? А давайте скажем вам, как заработать на терминале 50 тысяч гривен с ниткой? Он придумал какую-то нитку, да? Вот прилепил ее 200 гривен. Это 250 раз надо было... Это он так полдня стоял, да? На одном терминале. Чем прилег внимание охранника, да? Слушайте, ну мы со своей смекалкой, в общем-то, нигде не пропадем. Это, наверное, все-таки еще наши такие надбоня еще с советского времени. Когда игрушки деревянные, извините, прибиты к полу, то, конечно, в чем включается? К метлы весь. Так, слава богу, что оно у нас еще в крови есть. Нам не страшен... Гуль на выдумки. Нам не страшен никакой... Серый волк и его адвокат-зайц. И его адвокат-зайц. А вот по поводу киберполиции, ну, больше первую новость помните, прошу, обсуждали, да? Чувак написал книжку, практически чуть ли не Майнкампф, да? Выложил ее в сети, он ее же... Там везде можно купить. Никто не читал. Скачать можно даже. Никто с ней читал. Где киберполиция была? А она на самом деле держала на контроле чувака с ниткой. Вот. Вот. Теперь мы знаем, где киберполицию, можно сказать, в Одессе. Причем, как бы, киберполиция по логике должна заниматься какими-то цифровыми преступлениями, хакерами, а тут... А тут же механические. А тут механические действия. На механике. Кикарническая полиция. Нет, ты не знаешь, может быть, там просто было еще видео, и они отслеживали из-за ним, смотрели, знаете, вот у них в многом камер, и тут была камера на одном из этих автоматов, смотрит, а что он там делает постоянно? Вот это... Знаешь, просто этот анекдот, когда... Он рыбу ловит. Да. Просто, ты понимаешь, просто вспоминает этот анекдот, когда милиционер смотрел на рыбу в аквариуме, да, а потом начал делать вот так. Может быть, их просто успокаивало, работа у них нет, да, он ниточку туда, входит, и выходит. А может быть, они даже, знаете, уже потом включили таким огромный экран, и все смотрели, такие, вот молодец, мужчина. Релакс. Талант. Украина моя, талант. В смартфоне же можно же скачать приложение релаксирующее, да, вот можно такое, вот они смотрели на живое такое. Ну, представьте, да, входит, и сейчас салочка будет мужчина с ниточкой. Сколько он, 50 раз? 250 раз. Вот, и просто человек 250 раз, вот так. Вы руку накачали уже, да? Может, это у него подход был, да. Есть еще, еще такие же хорошие новости. Такие трешовые в Киеве задержали урожайницко-донецкой области, застрявшего при попытке ограбить машину. В среду правоохранители задержали мужчину, пытавшись ограбить припаркованный во дворе автомобиль, кстати, есть картинка. Он уже так начал в него лезть, разбил окно, ну, и застрял. То есть... Ну, вымахает, Кирилл. Премия Дарвина, вот. А с другой стороны, что, нельзя попасть? Попался, голубчик. Да. Ну, он не рассчитал свою, как бы, габариты, мне кажется. Наверное. Может, его тут защемило как-то там. А куда он тогда за руль садится, если он с габаритами не дружит? Это же первое правило. Сначала надо... А дропа проскользнуть? Сначала надо... Не идеальное ограбление получилось. Ну да, у полиции дело не в проворот, судя по количеству публикаций, именно такого плана и такого объема, и масштаба. Еще такого, из такого адского. В Украине сняли фильм о казаках-геях с Запорожской сечи. Есть фотососъемок. Удивленный взгляд. Да. Пошел. Фильм называется «Главная крепость сечи». Это когда снято, наверное... Слушайте, а может быть, это просто... Это может быть, это Виктюк режиссер, нет? Подождите, может это Виктюк режиссер? Это Виктюк режиссер фильма Евгений Харшунов. Нет, тут мог быть еще, извините, я просто скажу, 95 квартал, они же тоже казаков когда-то перетанцевали, да? Ну тут два варианта, либо Виктюк, либо не Виктюк. Нет, те все в танце, в танце, а тут... Либо Виктюк, либо не Виктюк. Либо не Виктюк. Кирилл, вот видишь? Сообщается, что основой сюжета нового фильма стал случай, который произошел в Запорожье в 2013 году. Тогда местные представители ЛГБТ сообщества создали организацию «Гейформсечь». Боже, и что за такая организация произошла? История умалчивает. Так режиссер-то кто? Харшунов какой-то. Известный? Ждем пальмового ветвь просто. Да, так, у нас уже, как это, время близится к финалу, еще вам что-то смешное сейчас прочитаю. Ты готовила новость, подожди, вот на программу шла. Да я готовила новость, но мы уже как-то все их и проговорили, походу, эти новости. Видите, но у вас подарок, я понимаю, сейчас будет, не волнуйтесь, сейчас я вспомню, что такого хотела рассказать. А, ну вот, например, две новости я нашла, такие, из твоей же серии, да, интересной. Кирилловской серии. Бердичевский будинок культуры провел тендер на закупивлю двух пакетов за 8 гривен. Вы не знали такое? Прекрасный тендер. Подождите, это нет, это нет. Нет, подождите. Нет, ну это, кстати, очень важно. Это прекрасно. Бердичевский плац культуры через систему Прозору, на закупивлю двух полиэтиленовых пакетов с логотипом автомобильной компании, не буду я казать, якою. Ціна питания 8 гривен, и зазначается, что у торгах брала участь лише одна предприемница, яка и перемогла. Это публикует видание Бабель. Ну, насправді, хотя бы тут мы видим, что действительно Прозоро работает. Вот, по крайней мере, по таким новостям мы понимаем, что Прозоро работает. Это вторая новость у меня была связана, как бы, не с этим, просто чисто такой, вот ты говоришь про, там, мир животных, да, в Нью-Йорку корова втыкла из загону, Тарик жила разом зі стадо-маленів. Замаскировалась. Ой, прекрасно. А это где-то зі стадо-маленів в Нью-Йорке она жила? Да, она просто... То есть там містадо-маленів где-то есть? Да. Предполагается? Нет, просто в Нью-Йорке есть свой виноградарь. На этом виноградаре есть свой лес, а там живет корова, которая замаскировалась под стадо-маленів. Нет, ну просто, если это переложить на человеческие, что, ну, любой может устать, и даже олень покажется ему просто счастьем. Там ее, кстати, не могли... А может она влюбилась? Так, она влюбилась, хозяева не могли же ее даже выудить. Она ж вела себя как олень, она просто реально... Нет, я серьезно говорю, нет, она начну, как бы начала, переняла у них привычки, там длинная такая новость, наверное, по поводу того, что... Говорят, что ты к нам сегодня пришла не с пустыми руками. Да, не с пустыми. Да, я еще забыла рассказать еще одну новость. Да, режиссер продлевай. Продлевать будете? Очень короткую. Ну, просто перед этим говорили, что я общалась с одним из участников группы 95-го квартала, и вот он мне, да, слил маленькую такую инсайдик по поводу того, что было общение, ну, не так давно, я так не знаю, когда это было, с господином президентом, да, который очень скучает за своим коллективом. И у них был такой разговор, он пришел на репетицию, я просто опять рассказываю то, что вот мне рассказали, пришел на репетицию и сказал, что же вы такие шутки не смешные, в общем-то, продуцируете, да. Потому что когда я был, было все смешно, а сейчас не начну, на что ему ответили, что, ну, вы извините, а я даже предугадала, что он сейчас говорит, вы извините, но то, что выходит из офиса президента, мы никак перебить не можем. Ни одним сценаристом. Вот, вот такая вот у меня была, да, заготовочка, да. А теперь? А теперь? Подарки. Выкладываем. Пакет. Нам принесли пакет. Это уже хорошо. Да, я искала, я искала, чтобы не было никаких брендов, но вроде нема, написано винтаж, винтаж. Потому что я сейчас покажу винтажный прибор, который мы использовали, даже два, который мы использовали всегда очень как бы по назначению, но не знали, что он на самом деле очень многофункциональный. И этот прибор, мою ноу-хау, и, конечно, пирамидка Юшинсе вообще сейчас просто отдохнет, отдохнет. Сейчас после эфира сразу пойду на патент. На патент на его использование в новом виде. Так вот, дешево и очень эффективно. Очень эффективно. Учитывая наши информационно-развлекательные форматы, которые, да, очень часто, скажем так, делают вот тот салат, про который ты говоришь в голове, да, есть очень классная штука, которая помогает прочищать голову. И причем, как говорил профессор Броженский, говорит, нужно бить себя по затылку, не надо бить. Есть фантастическая штука. Если мальфары не помогают, то мы идем к вам. Вот такая вот всем известная вещь, которую, если правильно настроить, если правильно настроить, и вот, вот, я сейчас даже сниму очки, и вот почаще, вот после вечерних, вечерних шоу, эфиров, да, почаще себя вот так вот, ну, как бы делать, то, во-первых, прочищает, во-вторых, открывает третий глаз, друзья. Поэтому, вот для всех, для всех, для всех, для всех, для всех, для всех, кому, да. Нет, это джойстик, это пульт управления, подожди, пульт управления вселенной. Подожди, полетели сначала вперед, потом назад, повернут. Для всех, для всех, кому, для всех, для всех, кому, да, прочистить свой мозг после, да, ну, это, кстати, касается и работников, и, да, а это уже просто потом, я на сдачу, на сдачу взяла, я понимаю, что ватные палочки уже не работают, поэтому, ну, вот этой штукой можно, 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 можно и лапшу, но, правда, потом счищать долго. А это просто, чтобы, да, чтобы слышать и слушать, слушать и слышать, а это, чтобы видеть, а это, чтобы видеть и голову прочищать. Поэтому, вот эти два предмета, а пакетик можно не выбрасывать, использовать на потом, можете кому-то, можно еще в тендере разыграть. Можно потом подарок, кому-нибудь. Так что, будем тогда благодарить Ксению Смирнову за прекрасное проведенное время, за подарки. Чистых новостей. Кстати, чистых новостей и чистого, чистого головы, да. За информационную гигиеру. До следующей субботы. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!